Здравствуйте! Представляем вам подборку самых интересных новостей этой недели. Увидим, как отремонтировали поликлинику в районе Сахпоселка. Узнаем, как идет ремонт на улице Тургенева. Увидим, какая раритетная техника участвует в автопробеге. Покажем единственную ученицу, которая пошла в школу в селе Корфовке. Поздравим с юбилеем заслуженного врача России. Эти и другие новости смотрите в нашем итоговом выпуске в студии Романа Донин. На Сахпоселке отремонтировали поликлинику. Около года велась стройка в здании. Теперь отделение готово принимать пациентов. Жители добивались возобновления работы медучреждения 10 лет и даже сформировали актив неравнодушных, которые контролировали строителей. Новшество оценил глава администрации Евгений Корж. Просторные коридоры, обновленные стенды, совершенно иная регистратура. Отделение первой поликлиники на Сахпоселке принимает посетителей. Евгений Корж приехал лично убедиться, что лечебное учреждение соответствует всем нормам и стандартам. Тут же актив микрорайона. Много лет женщины добивались обновлений в старом здании. Неоднократно вопрос поднимали на встрече главы администрации с населением. Корж дал слово. Он знал ситуацию. И, кстати, я вот хочу эти слова напомнить. Очень хорошие слова. Когда вот после первого обращения в Искоре этот вопрос поднимали мы, он сказал, говорит, будем смотреть. Будем, будем это. Сейчас я, говорит, не могу ничего сказать. Говорит, вы знаете, что здравоохранение городу не подчиняется. Разрушить очень легко и быстро, восстановить очень трудно и тяжело и долго. И восстановили, несмотря на сложности. Непростая история этого отделения началась 10 лет назад. Тогда в поликлинике приступили к ремонту. Потом приняли решение ее закрыть. А рядом возвести два фельдшерско-акушерских пункта. Жители района писали во все инстанции. Стучались во многие двери. Медучреждения отстояли. Как итог, просторные коридоры, удобные кабинеты, довольные сотрудники и пациенты. Конечно, очень красиво, комфортно работать. Модернизировано новыми компьютерами. Мы работаем в системе МИС, обученные и регистраторы. Обученные медицинские сестры, обученные врачи. Работать в этой системе удобно всем. И население будет радо. Чуть меньше года в здании вели строительные работы. Финансовая ноша легла на плечи городской больницы. Все сделали по современным стандартам. Здесь реализован проект создания безбарьерной среды. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья смогут без проблем попасть на прием. Результатом довольны все. Врачей бы дополнительных. Вслед за благодарностями добавляют пенсионерки. Появились рабочие места, появился новый указ нашего президента о повышении зарплат медикам и выделении квартир. Мы сейчас этим будем заниматься. Квартиру у нас есть. Будем привлекать врачей и выдавать им квартиры, чтобы наши медики жили в нормальных условиях. Город готов помогать. Кстати, администрация внесла лепту и в этот ремонт. Прилегающую территорию асфальтировали за счет средств муниципальной казны. Округ готов и врачей привлекать заманчивыми условиями. Ведь сегодня в обновленном отделении поликлиники работает 20 человек. А этого явно недостаточно для такого большого микрорайона. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. В районе железнодорожного вокзала вторую неделю трудится бригада дорожников. Сейчас ведут работы на тротуарной зоне улицы Тургенева. Однако здесь ожидается и обновление проезжей части. Много лет на состояние пешеходных дорожек жаловались жители. К концу месяца улица приобретет совершенно иной вид. Сразу в нескольких местах по Тургенево работают дорожники. Но не над полотном проезжей части колдуют специалисты. Перед ними поставлена куда более сложная задача. Ведь местами на улице совершенно отсутствовал тротуар. Теперь он должен быть. Такое техническое задание. Делаются пешеходные зоны. Те участки, которые, как правило, были подтоплены, мы их будем поднимать в рамках заключенного контракта. Да, будем делать все по ГОСТу, чтобы минимизировать риск подтопления и ограничения прохода жителей по тротуарам. Пешеходные дорожки обрамляют бордюром. Обновления ведут вдоль всей проезжей части. По ходу работ дорожникам приходится преодолевать сложности. Например, на участке возле ЖД-института провалился канализационный колодец. А чуть поодаль недовольны развернувшимся беспорядком жильцы. Старики говорят спасибо, а молодежь чуть-чуть обижается на нас и все. А так вот проделываем бордюры, меняем все полностью и колодцы выравниваем. Что благоустройственная работа, чтобы отлично у вас получилось. Но все эти трудности временные, уверяют строители. До конца месяца тротуарная зона должна быть готова. Потому работают допоздна и одномоментно на нескольких участках улицы. Ведь осадки уже не раз вносили свои корректировки. Как только обрамление улицы будет готово, сюда зайдет тяжелая техника. На Тургенево от кольца ЖД вокзала до Садовой и дальше до Воровского уложат новый асфальт. Также проектом предусмотрено преобразование под тоннелем. Там очистят от наносов сливную трубу и обновят покрытие. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Украли спортивный инвентарь с детской площадки, которую только строят. Такая новость бурно обсуждается сейчас в одной из социальных сетей. Оказалось, что создатели видеоролика выдали неверную информацию и ввели в заблуждение своего зрителя. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Волна негодования прокатилась по социальным сетям в Уссурийске. Горожане возмутились с новостью о том, что воруют инвентарь для детской площадки, которая строится по программе «Тысяча дворов». Новую игровую зону дети ждут с нетерпением, так как старая стала травмоопасной. Я очень жду площадку новую. Когда эту горку сделают, она уже тут недели две стоит. Я не знаю, что там будут делать. И хочу, чтобы и горку, и качели убрали. Потому что некоторые дети падают и травмируются. Мы хотим, чтобы собрали вот эту площадку, а ее уже сколько не соберут, обещали три дня, и площадку уже соберут, а уже больше намного прошло. Строительство детской площадки во дворе 22-го дома по улице Пушкина действительно временно приостановили. Компания-подрядчик обнаружила несоответствие стройматериалов для будущей игровой зоны. Строительный контроль, который осуществляет компания «Остройтех», не принимает бордюрный камень, который сейчас устанавливается на данной площадке. В связи с тем, что не соответствует заложенной в смете. Соответственно, и работы приостановлены. Сейчас ситуация находится на контроле управляющей компании. Уже подана претензия о нарушении срока выполнения работ. Поэтому проблему будут стараться решить в ближайшие дни. Но оборудование для площадки уже завезли. И сейчас инвентарь просто лежит под открытым небом. Чтобы сохранить имущество от вандалов и воров, часть его рабочие перенесли в подвал 22-го дома по улице Пушкина, для которого и строится площадка. А жители соседнего 47-го дома по улице Горького увидели в этом криминал. Нет, воровства не было. Это рабочие с 4-го подъезда сказал ребятам перенести мелкие детали или в подъезд, или в подвал они унесли. Так оно и было. По вопросу вроде бы как кражи оборудования, эта информация неверная. Потому что жильцы Пушкина 22 дом разрешили разместить оборудование у себя в подъездах. То есть оборудование никто не украл. Все оно на месте. Детскую площадку возводят во дворе Пушкина 22 по программе «Тысяча дворов». Это не единственная новинка. На этой же территории полностью меняют асфальтовое покрытие. Но уже по проекту формирования современной городской среды и для 47-го дома по улице Горького. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Два дорогих автомобиля сгорели ночью на улице Белинского. Пожар начался около 4 часов утра. Долго огнеборцы не могли подобраться к месту возгорания. Только около 5 утра удалось ликвидировать пламя. Стоянка автотранспорта строго запрещена, гласит табличка. Неповиновение дворовым законам закончилось трагедией. Практически дотла выгорели два дорогостоящих автомобиля. Остатки лэнд-крузера владелец уже вывез с места происшествия. О ночном пожаре напоминает лишь каркас Субару Форестера. Машины были припаркованы на газоне. Пламя заметили жители 21-го дома Побелинского. Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 3.42. Незамедлительно машина спасателей выехала на место. Однако подъездные пути оказались заставлены транспортом. В итоге только через 10 минут огнеборцы смогли подобраться к очагу возгорания. Спасти транспорт не удалось. Сейчас ведется расследование происшествия. Дознаватели не исключают поджог. Со слов очевидцев, незадолго до появления пламени сработала сигнализация. Ретроавтомобили в Уссурийске. 1 сентября колонна раритетного транспорта двинулась из краевой столицы. Несколько дней в пути и несколько остановок. Последним станет Дальнереченск. Автопробег организован в честь 80-летия крупнейшего транспортного предприятия «Примавтотранса». Каждая остановка в городах сопровождается концертом и выставкой. С подробностями Ольга Муравьева. Вот оно. Достижение отечественного автопрома разных лет. Колонна раритетных автомобилей прибыла в Уссуриск. Крупнейшее транспортное предприятие края «Примавтотранс» отмечает свое 80-летие. Организация автомобильная, а потому решили – надо ехать. В пятый раз колонна путешествует по населенным пунктам Приморья. Все круглые даты отмечают в пути. Впервые стартовали в 60-х. Тот человек, который не помнит свое будущее, свое прошлое, у него нет будущего. Поэтому мы зато прошлое помним, мы его показываем, что был и есть автомобильный транспорт в России. Понимаете? И КАМАЗ идет, который сегодня еще строит, работает. И будет, и будет этот автомобильный транспорт в России. Подборка действительно уникальная. В коллекции совсем еще новенькие грузовики марки КАМАЗ. Но их единицы. Тут же рядом собраты с прошлого. Выпущены на десятки лет раньше. На выставке и техника времен Великой Отечественной войны. Боевые машины и те, что возили руководство Комитета государственной безопасности. 1937 года выпуска. Ну, машина, ну, конечно, старенькая. Ясно, понятно. Ну, а так, ну, вроде ничего. Едет нормально, едет. Как готовили ее? Ну, готовили как. Подкрасили где-то. Чуть-чуть. Ну, а так, в принципе, еще резину посмотрели, перекачали, накачали. А вот сосед МКИ ГАЗ Полуторка сломался в пути. Автомобиль 1930 года выпуска показал свой характер. Но бравая бригада механиков нашла выход из ситуации. Карбюратор подчинили и тронулись дальше. К таким неожиданностям дороги участники автопробега готовы. Так как старая машина, ну, прежде всего, должна быть вода. Вода, огнетушитель должен быть обязательно, трос буксирный. Ну, а все остальное. Отвертка, пассатижи, ключ баллонный, ключ свечной, изолента. Остальное все. Голь на выдумке сильная. 30 автомобилей добрались до Уссуриска. 1 сентября стартовали из Владивостока. Впереди еще несколько дней пути и остановки в крупных населенных пунктах. В Покровке, Черниговке, Спаске-Дальнем, поселке Кировском и Дальнереченске. Раритетные авто можно потрогать и даже порулить. Это очень красивые разные транспорты. И интересно, знаете, как в древнем веках ездили. Ну, прикольно. Мама говорит, что там вон таком, там желтый, самый первый автобус был. Мама говорит, что в детстве на нем ездила. Компания «Примор Автотранс» свой каждый пробег совмещает с несколькими датами. В этот раз, кроме 80-летия, турне посвятили окончанию Второй мировой войны и Дню гимна Приморского края. 5 сентября автопробег финишируют в Дальнереченске. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Единственная ученица. В школе села Корфовки на учебу пришла только одна первоклассница. Все внимание на линейке было Тони Холодько. Наша съемочная группа познакомилась с девочкой и выяснила, как будет проходить учебный процесс у Антонины. У меня сегодня праздник. Не бывало лучше дня, потому что первоклассник называется меня. Единственная в классе. Первый звонок прозвенел в этом году только для Тони Холодько. В селе Корфовки к такому привыкли. В средней школе сейчас занимаются всего-то 17 учеников. Неделю воспитательной и творческой работы дети начального звена проводят вместе. Я не знаю, что я одна первоклассница, я буду учиться. А ты многих уже ребят здесь в школе знаешь? Ну, да. На уроках одна Антонина сидеть не будет. Система школы выстроена так, что учеников объединяют для занятий. Бывали случаи, что детей и вовсе не было в первом классе. Поэтому сейчас нет в сельской школе 4-го и 8-го классов. Учебный процесс организован, конечно же, в классах-комплектах. Потому что урок, понятно, что урок физкультуры невозможен с одним ребенком на уроке. Поэтому приходится объединять в классы комплекты, чтобы как-то лучше спланировать учебную деятельность. И на разных уроках у нас разные комплекты. У первоклассницы Тони в школе учатся еще четверо братьев и сестер. Старшая Аня пошла в выпускной 9-й класс. На переменах девочки будут видеться и младшая всегда под присмотром. К тому же рядом и мама. Анжелика Петровна работает в школьной столовой. На учебу женщина отправила уже 6-го своего ребенка. Очень, конечно, волновалась. Переживала за нее, потому что она единственная первоклассница. Хотелось бы, конечно, чтобы у нее были классы, одноклассники. Ну, что, волнуемся. Школу в Корфовке построили в 1995 году. Рассчитано учебное заведение на 100 человек. Пока же с 17 детьми занимаются 4 педагога. Руководство школы надеется, что строительство военного приграничного городка в скором времени поможет пополнить ряды учеников и детсадовцев. Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Начало учебного года отметили маленькие фигуристы. На ледовой арене дети открыли тренировочный сезон праздничным концертом. Всего неделя подготовки и спортсмены выступили перед публикой. Шоу удалось посмотреть и нашей съемочной группе. Юные фигуристки вновь рисуют коньками узоры на уссурийской ледовой арене. Сложные спортивные комбинации перекликаются с танцевальными элементами. Выступление позволило фигуристкам вспомнить свои самые сильные прошлогодние номера. Нам предоставилась такая возможность только с 19 августа выйти на лед. И за неделю мы подготовили этот концерт, где сегодня детки выступали, показывали все, что они не забыли с прошлого сезона и чему они постарались научиться в этом сезоне. 45 спортсменок вышли на лед и исполнили 13 танцев. 5 коллективных и 8 индивидуальных. После каникул воспитанницы секции фигурного катания с радостью приступили к занятиям. За лето соскучились по льду. Самой младшей Арине Мурашко всего 5 лет. На первую тренировку она пришла в 3 года. Мы приходили делать всякие движения из танца. Я танцевала и звонила звоночкам. В Уссурийске хотят сделать спорт на льду популярнее. Сейчас в младшей группе по фигурному катанию занимаются 50 детей. В средней 40 и в старшей 42 воспитанника. Есть и частный клуб. В нем 20 человек. Каждый ребенок непременно хочет связать свою жизнь со спортом. Ведь трудиться приходится много. И случайных людей здесь почти не бывает. Я ходила на гимнастику. Мне не понравилось. И я решила пойти на фигурное катание. С этого года в рамках губернаторской программы воспитанники секции по фигурному катанию, шортреку и хоккею посещают занятия бесплатно. Таким образом эти виды спорта стали доступнее для уссурийцев. Все наши воспитанники занимаются абсолютно бесплатно. Чему мы, конечно же, очень рады. Так как большее количество детей имеет возможность. Мы знаем, что фигурное катание и хоккей и шортрек это достаточно дорогие виды спорта. Не обошлось на открытие тренировочного сезона и без традиционного первого звонка. Каникулы позади и праздник окончен. Воспитанникам ледовой арены снова предстоит трудиться весь учебный год. Тамара Илюхина, Антон Войцеховский, Телемикс. Свой юбилей отметила Светлана Андреевна Чулкова. Ей исполнилось 80 лет. Акушер-гинеколог родильного отделения Центральной городской больницы уже более полувека посвящает свою жизнь тому, чтобы на свет появилось множество других. Заслуженного врача России собрались поздравить коллеги и представители Думы Уссурийска. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни была самая прекрасная, самая хорошая, чтобы рядом с вами были самые лучшие люди и чтобы они вам приносили только радость. Теплые поздравления сотруднице и благодарность своему наставнику. Светлана Чулкова отмечает 80-летие. Заслуженный врач России говорит, что вся жизнь прошла в роддоме. Более 20 акушеров-гинекологов обучила Светлана Андреевна. По всему Приморью работают ее ученики. Я ее знаю с 1976 года, потому что мы работали вместе, мы вместе приехали на Дальний Восток. Она была моим наставником, она учила меня операциям, она учила отношению к пациентам. И это на протяжении уже более 40 лет. Поэтому это очень ценно и это очень памятно. Светлана Андреевна помогла появиться на свет большей половине населения Уссурийска. Это и неудивительно. Ведь своей профессии женщина отдала почти 60 лет. Женщины с патологиями и редкими заболеваниями благополучно заканчивали беременность под чутким наблюдением заслуженного доктора. А роженицы к ней приходят уже в третьем поколении. Уже рожают внуки женщин. Приходит одна женщина, рожала в 46 лет, у меня потом дочка рожала. Сейчас рожала внучка. Единственное, хочется, чтобы наши женщины были более здоровые. Прямо высокий риск болячек. В следующем году у Светланы Андреевны новый юбилей. Ровно 50 лет работы в родильном отделении Уссурийской городской больницы. Признается, отношения в коллективе всегда были хорошими. Коллеги приходят на помощь и поддерживают друг друга. Но на заслуженный отдых пока уйти не решается. Говорит, некому передать дело. Если уйдет, то ее дежурные смены достанутся коллегам. А бросить своих пациентов опытный акушер-гинеколог не может. Владислав Конарев, Роман Адонин, Телемикс. Гости из Китая. Делегацию из соседнего государства встретили в Уссурийском суворовском училище. Кадеты пообщались с учениками Хейлудзянской экспериментальной средней школы. Подробнее в нашем сюжете. Уссурийское суворовское училище встречает гостей из соседнего государства хлебом и солью. Делегация из Китайской народной республики приехала по обмену между учебными заведениями двух стран. Такую практику решили запустить с начала этого учебного года. Здесь вся история нашего училища, вот вам, адресовано вам вот это дело. И с самого первого дня, что было и как проходила учеба. Узнать об образовательных учреждениях России приехали представители Министерства образования города Харбина, заместитель директора и ученики Хейлудзянской экспериментальной средней школы. Гости с интересом знакомятся с русскими традициями, пробуют говорить по-русски. Для гостей из Китая приготовили программу «Скучать не пришлось никому». И для суворовцев такая встреча тоже не прошла даром. Ребята смогли попрактиковаться в разговорном английском. Иностранцы познакомились с организацией образовательной деятельности, бытом и досугом воспитанников училища. Большой интерес вызвал современный тренажерный зал. После чаепития и обзорной экскурсии по территории учебного заведения делегация из КНР отправилась знакомиться с достопримечательностями уссурийска. Клуб ветеранов «От всей души» отметил свой день рождения. 21-й год со дня основания. Праздник совпал сразу с несколькими сентябрьскими датами. Поздравить пенсионеров приехал глава округа Николай Рудь. А вместе с ним и наша съемочная группа. Вот уже 21 год участники клуба «От всей души» в сентябре собираются вместе. Поводов несколько. Сообщество официально отмечает день рождения и день города скоро отпразднует Уссурийск. С осенними праздниками ветеранов поздравил Николай Рудь. Глава округа отметил, что пожилые люди очень важны для нашего общества и достойны уважения. Можно говорить много, долго, но самое главное, что вы те люди, которые небезразличны, которые небезразличны судьба нашего округа, нашей молодежи подрастающей. Потому что вы активно также ведете патриотическую работу независимо от твоей нагрузки. Для многих пенсионеров клуб стал второй семьей. Сюда приходят отдыхать душой, общаться с единомышленниками, делиться опытом и своими талантами. Во-первых, пожилой человек, если он никуда не ходит, сидит дома, он опускается. Он уже, да кто меня видит, правда? А сюда все нарядятся, накрасятся, все тут таланты у них открываются. Самому старшему члену клуба Антонине Алексеевне Новиковой исполнилось 93 года. Женщина-ветеран войны, все еще полна сил и энергии. Регулярно ходит на заседания клуба. В честь праздника подготовила музыкальный сюрприз. Каждый пенсионер в клубе может проявить себя и заняться творчеством. Тут есть и поэты, и певцы, и музыканты, и даже художники. Всех желающих приглашают присоединиться к сообществу в первое воскресенье каждого месяца. История о фотографиях. В городском музее открылась персональная выставка работ Анатолия Шевченко. Это не первая экспозиция летописца, который вот уже 60 лет ловит моменты жизни уссурийцев. На фотоработах многие могут увидеть даже себя. 60 лет с фотоаппаратом в руках. Анатолий Шевченко встречает гостей своих друзей и товарищей на персональной выставке в городском музее. Среди приглашенных – почетные граждане, художники, поэты и писатели. Каждый поздравляет автора фоторабот и дарит подарок – картину или посвященные строки. Фотоискусство, он, творец. И наши с вами достояния. Так пусть овации и сердец звучат таланту в знак признания. Анатолий Шевченко бережет свой старенький пентакс. Фотографирует только на пленку. В прошлом году экспозиция была приурочена ко дню города и собственному 80-летию. В прошлом году подобный проект мы уже воплотили. Он был даже обширнее. Практически весь музей. Это были фотоработы Анатолия Ивановича за время работы в коммунале. Замечательная выставка, на которой многие из нас могли себя узнать. На фотографиях улиц и здания – важные события, а главное – люди. Каждый отметил значимость дела Анатолия Ивановича. За документальное сохранение истории автора выставки наградили почетной грамотой. К каждой фотографии относится настолько деликатно. Он должен найти человека. Он должен подписать эту фотографию правильно, чтобы фамилия была правильной. Он ездит по селам. Потому что у него география всего уссурийского района. Анатолий Иванович впервые взял в руки камеру 12-летним мальчишкой, когда пошел в кружок в Дом пионеров. А первую тогда популярную смену купил в 19. И начался беспрерывный поиск лучших снимков. Летописец сдал уже 600 конвертов с фотографиями в архив города. Еще 200 конвертов в работе. При этом потертый Пентакс считает своим другом и постоянным спутником. Этим пленочным аппаратом я экспозицию уже не смотрю. У меня все в голове. Какую выдержку, что поставить, я уже на автомате у меня. И поэтому иду и смотрю. И я сейчас хожу по городу, и у меня сейчас фотоаппарат с собой. Потому что кто его знает. Где-то, может быть, еще лучший кадр получится. Анатолий Шевченко член Союза журналистов. Работал корреспондентом газеты «Коммунар». Много лет выступает дарителем Уссурийского музея. Тут и проходит выставка фоторабот, посетить которую можно в любой день, кроме понедельника, с 10 до 17 часов. В четверг до 19 часов. И не дай бог, если вы будете пугаться в следующий раз моего фотоаппарата, а я буду продолжать. Потому что у меня еще есть приличный запас фотоаппарата. Тамара Илюхина, Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. 69-й дом построили в 69-м году. Жители пятиэтажки по Пролетарской отметили столь символический день рождения с размахом. Зданию, в котором они живут, исполнилось полвека. Пригласили казачий хор, включили музыку и накрыли стол. Отметить праздник собрались жильцы разного возраста. Дому на Пролетарской 69 исполнилось 50 лет. На праздники приехал выступить целый казачий хор. Пригласил коллектив старожил дома Владимир Иванович Клявзер. Он вместе с родителями вселился в тогда еще новостройку, когда ему было всего 9 лет. Говорит, люди тогда были заинтересованы. Активные. Двор свой сразу полюбили. И облагораживали его, как могли. Высаживали здесь деревья, кустарники. Где-то находили старые дома брошенные. Оттуда выкапывали кусты разных культур. Здесь насаживали. Мы строили здесь хоккейные коробки. Мы строили здесь горки. Примечательно, что номер дома совпал с годом его основания. 69-м. Здесь живут как добрые соседи. Дружелюбно и сплоченно. На свои деньги высаживают цветы и облагораживают подъезды. Надеются, что в следующем году войдут в программу по благоустройству тысяча дворов. А пока радуются, что совсем недавно дому отремонтировали крышу. Вы знаете, вот наш дом, он отличается такой вот духом семейственности, как я уже говорила. Вот с самого начала, как заехали, знаете, тут все родные, все. Тут у нас двоюродных, чужих нет. Вот приезжают даже новые люди. То есть они вот отмечают то, что у нас действительно вот такой вот дух в доме. Отмечать праздники здесь умеют. Прямо во дворе накрыли стол со сладостями, которые окружили дети. Специально ко дню рождения активисты сделали подарок соседям. На баннере «История дома» в фотографиях. Неравнодушных жителей и тех, кто живет здесь с самого основания, наградили благодарственными письмами и подарками от главы администрации. Владислав Конорев, Антон Войцеховский, Телемикс. Вот так сложилась эта неделя. В студии работал Роман Адодин. До встречи на нашем канале.